Гадание на мандатах. Сегодня в Раде главная тема это лишение неприкосновенности пяти народных депутатов. ГПУ как карта из рукава вынимает новые и новые представления. Кого и за какие проступки могут лишить иммунитета? Екатерина Лысенко расскажет подробнее о сегодняшнем парламентском дне. Львовский мусор и обвинение НАБУ – две главные темы, которые обсуждают и за трибуной, и в кулуарах. В парламентских коридорах нардепы от самопомощи надели футболки с призывами ко всем и вся решить львовские проблемы. Мы должны все понимать, что если в ближайшее время ситуация с сметой так и остается неизменной, это может стать основой для того, что в городе могут появиться спалахи инфекционных заболеваний. Поэтому мы в очередной раз обратимся к премьер-министра Украины, к президенту Украины. А с трибуны обращаются уже к львовянам с нами оками на мусорный Майдан. У меня прохание до всех львовян – самоорганизовывайтесь, разом встанавливайте громадский контроль за действиями каждого посадовца, местного, национального, который должен помочь решить эту проблему, снять облогу. А Дванарде, Паразенблат, ББП и Полякова Однородного фронта без устали комментируют вчерашние янтарные обвинения со стороны НАБУ и САП. У меня только настрои, потому что я слышал о том, что меня сегодня звинувачивает, что я лобую интересы государства, что я занимаюсь легализацией Борщина и за это мне, извините, платят. Второе вопрос о том, что я лобуював интересы какой-то компании, которая должна была требовать спецназвил. Я не я посадовая особа, я не принимаю никаких решений. Сегодня я считаю, что это, извините, какое-то мигание между всеми правоохранными органами. Со следователями Нардеп не общался, но, говорит, адвокатов на всякий случай нанял. Защищаться готов и второй фигурант обвинений, а для пущей уверенности к трибуне вышел со всей фракцией. На жаль, когда вся государство ждала, что это будет именно тот орган, который будет защищать интересы и бороться с коррупцией, сегодня создает фейки. И то, что извинувачивает Сытники, рассказывает, что должны были деньги поехать к мне, то у меня вопрос, если целый год, как рассказывает НАБУ, занимался этой справой, а почему же они не ждали еще несколько часов, как эти мифические деньги доехали до Полякова, и мы взяли с поличным? Скажите, пожалуйста, потому что это фейк. Пока Нардеп поговорили о своем иммунитете, Генпрокуратура уже решила, что с ним делать и согласовала представление на снятие неприкосновенности с двух избранников. Теперь дело за комитетом. Они идут и направляются до главы Верховной Рады Украины, который расписывает на комитет с вопросом регламента и организации работы Верховной Рады. Кроме того, есть обязательная условия, что глава Верховной Рады Украины обратится к этому народному депутату, в том числе которого подание внесено, с тем, чтобы тот надав письмовые пояснения регламентному комитету и на эту процедуру отводить регламент я дню. Когда оно появится в парламенте, это будет политика, фракции, и корпоративная такая взмова депутатей, она будет максимально затягивать рассмотрение и регламентным комитетом, и рассмотрение Верховной Рады. Это всегда было. Поэтому прогнозировать, когда это будет вынесено на заседание Верховной Рады, никто не может. Эта ситуация – это свидетельство паралича и коррупционности сегодняшней власти. Декларируя чистоту рук, чистоту помыслов, на самом деле прикрывает коррупционные действия, и мы видим, что этим занимаются представители правлячей коалиции. Коррупция сегодня – это лейбл, это марка действующей власти. И вот эти случаи, они доказываются. Мы будем голосовать за знание недоторганности этих депутатов, что будет представление прокуратуры. Но помимо этого депутатам предстоит решить судьбу еще одной неприкосновенности – радикальной. ГПУ направило в парламент представление на Андрея Лазового. Сорадника Лешко подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. А еще ГПУ хочет лишить иммунитета фронтовика Евгения Дейдея. Он тоже якобы незаконно обогатился. Так что вполне возможно, что на последней сессионной неделе в июле можно будет наблюдать за баталиями правоохранителей и нардепов. Но законодательные решения в парламенте пока обсуждать не приходится. Сегодня полупустой день и в повестке, и в зале. Все, за что проголосовали депутаты, так это постановление, с которым Рада обращается к Европарламенту и просит одобрить дополнительные преференции для украинских товаров. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Лермаков. Подробности телеканал Интер.